ПЕКИН Насчитывает более тысячи лет Великолепие этого парка Отмечал в своих дневниках Великий путешественник Марко Поло Байхай является одним из цепочки парков Трех озер Площадь парка Байхай 68 гектаров Здесь находится множество Интересных достопримечательностей Больше половины территории парка Занимает озеро В центре которого Находится нефритовый остров Цюндао Всего в центре Пекина Шесть озер Три расположены в пределах запретного города Три находятся севернее То есть за ним И в обиходе называются дальними Вообще-то это не озера, а пруды И возникли они во времена монгольского владения Китаем Вода для них берется из источника Ю Цюаньшайн Расположенного к западу от Пекина И подается через систему каналов Над островом возвышается ламаистская пагода Байта Окруженная со всех сторон соединяющимися друг с другом павильонами и галереями Высота пагоды 36 метров Пагода была сооружена в 1651 году из ослепительного белого ракушечника в честь Далай-ламы V, который нанес визит первому императору новой династии Цин Так называемая белая ступа, тибетская монашеская усыпальница, традиционная деталь ламаистских храмов Внутри нее хранятся ламаистские сутры и безусловно белый нефритовый Будда Путь к пагоде лежит через мост, который открывается в Зору сразу после входа в парк Еще один мост, красиво называющийся мостом золотой нефритовой черепахи, отделяет парк Бэйхай от Среднего озера и комплекса Джуннаньхай На северном берегу озера над водой возвышается еще одна оригинальная деталь парка – беседки пяти драконов у Лунь-Тин Император Цян-Лунь очень любил ловить здесь рыбу, устраивать ученые беседы с просвещенными мужами или слушать чтения священных судов Эти пять беседок украшены и расписаны с поистине императорской роскошью Недалеко от беседок пяти драконов находится величественная, ярко расписанная стена драконов в Зюлунби Одно из трех подобных сооружений во всем Китае Это сооружение представляет собой единственный в своем роде отдельно стоящий монумент, облицованный с обеих сторон изразцами Стена построена в 1756 году, имеет пять метров в высоту и 27 метров в длину Вторая такая стена стоит во дворце Гугун, но там она поменьше – всего три с половиной метра в высоту Для того, чтобы попасть к храму вечного спокойствия Юнанцяо, сначала нужно пройти по одноименному мосту Все три павильона храма полностью сохранились Они называются очень поэтично Павильон Колеса Закона, Павильон Истинного Пробуждения и Павильон Всеобщего Покоя Эти названия прекрасно иллюстрируют три особенности китайского мировосприятия Закон, Истина и Покой Как оказалось, место, на котором построен храм, было выбрано не совсем удачно Во время пекинских землетрясений 1679, 1731 и 1976 годов Юнанцяо был практически разрушен Однако каждый раз с феноменальным упорством его восстанавливали У южного входа в парк находится Туанчен, круглый город Или, как его еще называют, город в городе В центре Туанчена находится павильон Ченгуандзянь Вокруг растут сосны, посаженные еще при династии Цзинь То есть сейчас им около 800 лет Круглый город возник еще в эпоху Юань В нем размещалась стража Кроме того, в круглом городе отдыхали придворные, хранившие здесь свои богатства Среди них выделяется бесценная статуя Будды и нефритовый сосуд для вина Диаметром полтора метра Стоит увидеть железную стену Длиной 3,5 метра и высотой 1,90 метра Вулканический монолит с вырезанными рельефными изображениями мифических животных В парке Бэйхай есть павильон успокоения сознания Сад в саду, обнесенный невысокой стеной Здесь прогуливался Циан Лун Любила пить чай Ци Си Хозяничали японские военные Заканчивается парк маленьким ботаническим садиком Которым после коммунистического перевоспитания В 60-е годы на излете своих лет Работал простым садовником экс-император Пу И В парке Бэйхай работает знаменитый ресторан Фаньшайн Открытый еще в 1926 году бывшими придворными поварами Внутри все пестро расписано, разукрашено Официантки в костюмах наложниц, да и вообще пафосно Средний обед обойдется в 20 долларов на человека Зато меню полностью императорское, списанное в основном со времен Ци Си Особых изысков в меню не слишком много Есть даже банальные кукурузные лепешки Но у каждого блюда своя история и традиции Вход в парк Бэйхай, включая Багоду, 10 юаней Взять на прокат лодку, 5 юаней Зимой замерзшие пруды становятся катками Пекинцы любят коньки и с удовольствием придаются зимним развлечениям Есть тут даже устройство наподобие саней Чтобы неуверенные в своих силах могли кататься сидя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok